Активно действуют злоумышленники в супермаркетах и торговых сетях, но чаще всего избавляются от так называемой липы через сайты объявлений, покупая с рук какой-нибудь товар. С начала 2023 года в Ульяновской области зафиксировано 64 случая сбыта поддельных денег. Чаще всего мошенники использовали фальшивые пятитысячные купюры. Основное количество выявленных купюр номиналом 5000 рублей. 41 факт. К уголовной ответственности привлечен один житель города Ульяновска, который посредством сети интернет приобрел поддельные денежные купюры в целях сбыта на территории региона. Данная противоправная деятельность была пресечена сотрудниками правоохранительных органов. Денежные купюры изъяты из оборота. Гражданин привлечен к уголовной ответственности. Уровень современных подделок настолько высок, что их не распознают даже некоторые детекторы и банкоматы. Однако отличить фальшивку все-таки можно. На липу может указать осыпавшаяся краска. Выдает подделку и расслоение купюры. Кроме того, отличается защитная нить, которая выходит за пределы бумаги. По-другому сделаны и микроскопические отверстия, которые чувствуются, если потрогать банкноту. Одним из самых быстрых и простых методов является просвечивание бумажных денег. На водяных знаках не должно быть темных пятен. Также можно просветить кольцо. Возьмем двухтысячную купюру. Вот если вы видите кольцо здесь, оно при разных углах освещения, это кольцо должно перемещаться. Но так как это очень сложно подделывать, и нужно обращать на это внимание. Внимательно проверяйте купюры, желательно обращаясь в банк, где подделку точно отличат. Ни в коем случае не покупайте что-либо на поддельные деньги, не разменивайте их и не храните у себя. Ведь делая это, вы становитесь соучастником мошенников и можете попасть за решетку. Поэтому, если вы обнаружили у себя в кошельке фальшивую купюру или сомневаетесь в ее подлинности, закажите в банке экспертизу, либо обратитесь в полицию. Юлия Руднева, Олег Тоньшин, Уллправда ТВ.